Материальный ущерб от лесного пожара в Риддере значительный. Жители лишились жилья и остались без имущества. Страна прилагает усилия для поддержки восточно-казахстанцев, оказавшихся в тяжелом положении. В Семейском региональном центре коммуникации состоялась пресс-конференция, на которой руководители общественных организаций города призвали семичан помочь жителям Риддера. Мы сегодня, я думаю, сможем показать вот именно свое чувство долга, чувство сопереживания и сможем сами организоваться. Думаю, выражаю надежду, что именно предприниматели, общественники, депутаты городского областного маслехатов не останутся в стороне и смогут организовать такую помощь в виде продуктов питания, одежды, денежные какие-то перечисления на общий открытый счет для жителей этого поселка Лесхоз, потому что там необходимо будет восстановить эти дома и чтобы люди почувствовали, что они не останутся без заботы государства и со стороны еще своих земляков тоже смогут получить такую помощь. Тем временем восточно-казахстанский областной филиал партии Нур-Утана объявил акцию «Бызбергемес». Объявляется акция «Бызбергемес» для пострадавших от пожара в городе Риддер. В рамках акции принимаются продукты питания, одежда, материалы, необходимые для строительства и мыломоющие средства. Можете созвониться по контактным телефонам 36-04-32, 59-29-66 и 8-775-645-64-49. В районе Лесхоз города Риддер стартовала акция помощи. Создан специальный фонд «Берлик». Открыт счет. Сотрудники всех акиматов управления и государственных учреждений всех уровней области перечисляют однодневную заработную плату. На сегодняшний день, судя по информации в социальных сетях, группы Халактан, Халака, лидер КИЗ и Алхыс начали информационную работу и сообщили о готовности оказать помощь. Уважаемые молодежи, жители города, мы призываем всех вас к совместной помощи в рамках акции. Инициативу поддержали и предприниматели региона. Есть много желающих оказать гуманитарную помощь и из других областей. Напомним, что в настоящее время открыт счет фонда «Берлик» для сбора материальных средств пострадавшим. Продолжение следует...